Ну что, салям, друзья! Меня по-прежнему зовут Саша, и сегодня будет довольно интересное видео. По крайней мере, оно обещает таким быть. Рассказываю, почему и что же будет происходить в этом видео. Во-первых, как вы уже, наверное, поняли, видео будет связано с партией Алаш. Для тех, кто не знает, и те, кто новенькие на моём канале, то я, кстати, призываю вас, во-первых, нажать на эту красную кнопку, подписаться и колокольчик рядышком. Но не об этом сейчас. В общем, вы это и так сделаете, надеюсь, в описании. Недавно, относительно недавно, две недели назад, как вы все прекрасно знаете, у ИК выходил клип 5000. И, как вы понимаете, в этом клипе было огромное количество посыла. Не счастливого посыла, а посыла больше к истории, к политике. И, короче, там был посыл к партии Алаш. И, собственно говоря, вы мне написали огромнейшее количество комментариев про то, чтобы я узнал про эту партию. Ну, собственно говоря, сегодня мы этим будем заниматься. Во-первых, друзья, мы узнаем всё, абсолютно всё про эту партию, как она создавалась, как она была. Но, знаете, что ещё? Сегодня мы не только это всё узнаем. Также я предлагаю вам провести небольшое расследование, наверное, уже догадываетесь, клипа ИК 5000, в котором были как раз-таки отсылки к партии Алаш. Друзья, как вы уже, наверное, поняли, сейчас мы с вами находимся на одном из самых первых кадров в клипе ИК 5000. Первая отсылка к этой партии находится, в принципе, сразу же вот здесь. То есть он отыгрывает роль в этом клипе никого иного, как Алихана Букиханова. Один из создателей, один из лидеров той самой партии Алаш. Ну и, собственно, дальше за этим следует вот такое вот избиение его от сотрудников НКБД. И потом здесь мы увидим его. Он здесь отыгрывает роль политиков современных, которые как бы умалчивают эту историю. И здесь они его просто вот с такой вот ухмылкой закрывают. И как будто, знаете, делают вид, что этого и не было. Далее, ребята, следует кадр там, где тоже показаны люди, которые состояли в этой партии Алаш. А сейчас мы видим кадр, собственно, по которому я и задумался. А кто же все-таки такие Алаш? Потому что здесь мы видим ту самую партию, вернее, ее надпись. И как они пытаются остановить нечестных правителей, нечестных чиновников и поставить их на место. Ну что, друзья, в клипе ИК-5000 мы Алаш нашли. А теперь давайте же узнавать, кто же это все-таки такие. Поехали! Ну что, ознакомиться и узнавать про эту партию мы сегодня будем с каналом Тарих Марих. Погнали! Начинаем. Все мы знаем о движении Алаш, но мало кто знает, чем они конкретно занимались и в чем состоит их величие. Например, я не знаю. Сейчас я постараюсь рассказать вам про это коротко и ясно. Партия Алаш была создана в 1917 году. Но чтобы понять какие-то почему, давайте перенесемся еще на полвека назад. Вторая половина 19 века. Российская империя. Царь, великий царь, у меня для вас две новости. Одна хорошая, другая плохая. С какой начать? Давай с плохой. Помните, вы отменили крепостное право и дали крестьянам свободу? Да. Так вот, теперь им негде жить, нечего пить и они злые. А хорошая какая? Казахские земли полностью вошли в состав Российской империи. Ммм, идея. Мы можем отправить некоторых крестьян на казахские земли, дать им землю, немножко денег и освободить от налогов. Как тебе? Я не буду там жить. А как же казахи? Да, ты прав. Я гениален. Со второй половины 19 века казахские земли полностью вошли в состав Российской империи. Вот так выглядела карта Казахстана в начале 20 века. Так, Ташкент. Вот еще часть отделилась. Существовали тюркестанский край. С центром в Ташкенте. Степное генерал-губернаторство. С центром в Омске. Губернатор, в которых назначала Российская империя. А на западе были внутренняя орда, которая подчинялась Астраханской губернии. И Мангстау, который подчинялся Закасийской области. Сильно-сильно поменялось. Да, кто родился в те времена, были гражданами Российской империи. Это и Абай Хананбаев, и Али Ханбуки Хананбаев. О, Абай Хананбаев, с ним я уже знаком. Особенно с его произведениями и стихами. Я помню, я где-то даже устраивал флешмоб. Но забудьте про этот флешмоб. Если вот твой пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-дедушка. Прибывшим крестьянам давали много земель, освобождали от налогов. И у них был статус намного выше, чем у коренных жителей. Казахов. Мест для качевки становилось все меньше, а земли хуже. Права казахов также становилось все меньше и меньше. И в такое время рождаются будущие деятели Алах. Которые будут бороться за права казахов. Так, казахские земли уже под нашим влиянием. Царь, вы еще раз доказали свое величие. Браво! Что будете дальше делать с казахами? Теперь надо дать образование некоторым казахам. Царь, вы великий браво! Подождите. А зачем, да? Зачем? Чтобы они представляли наши интересы. Знания даем мы. Значит, и интересы будут продвигать наши. Царь, вы великий, вы снова гениальный. Как вы поняли, некоторым казахам удалось получить образование. Это же, по-моему, и есть Алихан, да? Но для того, чтобы представлять интересы царей, они представляли интересы своего народа. Ой, кажется, чуть прогадал. Да ладно, они точно не смогут создать свою партию, объявить автономию, чтобы мы с ними считались. Ну да. И точно не смогут поднять дух своего народа. Не смогут. Но они как раз-таки смогли это сделать. Как? Смотри ролик. В 1905 году в Российской империи случается революция. Дело было так. В 1905 году священник вместе с несколькими рабочими вышли на мирный митинг, так как рабочие жили очень и очень бедно. Но мирный митинг был подавлен очень жестоко. Да. Кстати, кстати, друзья, по поводу мирного битинга. Раз уж здесь заговорили про мирные митинги, у меня совсем недавно тоже выходило очень серьезное, очень печальное видео про тоже мирный митинг, который закончился не совсем мирно. Вот это видео, если что, ссылочку найдете в описании. С этого случилась уже большая революция. Лукашенко, знакомо, да? В итоге создается Госдума Российской империи. Ну типа шаг к народу. Знакомо. В эту Госдуму были приглашены и казахи в 1906 году. Но уже в 1907 году казахов опять убирают с власти. Спустя всего лишь год. Но наша интеллигенция продолжала защищать интересы своего народа. За что их и судили. Во власти также должны быть казахи. Посадить. Ну да, вот так казах. Проснись, казах. Тенись к знаниям. Посадить. Надо остановить переселение крестьян на казахские земли, так как положение казахов плачевное. Что сказал? Посадить. Как вы поняли, так родилась казахская интеллигенция. Это не просто патриоты, это патриоты с образованием. Алихан Букиханов. Не просто политик, а также этноурный и подаватель. Это лидер движения. Я тогда сказал то, что один из лидеров, но это лидер. Лидер. Ахмед Батерсонов, педагог, ученый-лингвист, поэт, переводчик и не только. Халель Дос-Мухаммедов, высококвалифицированный врач. Халель Габасов, физико-математик. Жан-Шадос Мухаммедов, юрист, работал даже заместителем прокурора. Алихан Ирмеков, первый казахский профессор-математик. Мухаммед Жан-Танышпаев, первый казахский инженер-путеец. Историк. Если продолжать список, то ролик будет длиться 2-3 часа. Поэтому я продолжу говорить о суть. Да, то есть все в этой партии были очень образованными и тоже могли много чего добиться. Потому что все очень много чего знали. Алихан Ирмеков садили в тюрьмы, а затем отправляли подальше от дома. Так, например, Букиханова сослали в Самару, потом в Оренбург. Батерсонова и Маржах Абдулатова в Оренбург, где им разрешили заниматься только научной деятельностью. Но несмотря на это, они продолжали свою политическую деятельность даже там. В 1913 году создается газета «Казах», и в будущем станет фундаментом создания партии. Через эту газету они публиковали свои призывы к казахам. У них было 8 тысяч подписчиков. Это, наверное, как в наше время имеет аккаунт с миллион подписчиков. Причем умные и образованные подписчики. Круто. Как и подписчики Тарих Марих. Казахи находились полностью под Российской империей. Но что тогда творилось в Российской империи? Давайте посмотрим. Давайте. Ожидаемо, очень ожидаемо. Тогда авторитет царя падал с каждым днем все больше и больше. Людям было нечего есть и негде спать. Империя проиграла первые мероприятия. Даже при всем при том, что их вот так вот нагло, можно сказать, вселили. Проигрывала битва с Японией. Люди страдали, голодали. А царь? А царь ходил на вечеринки. Смотри, как я умею танцевать. О да, вы великий. В итоге в России случается революция и царя смещают с власти. В России создается временное правительство, где были депутаты Госдумы. В будущем белые. И союз петроградских рабочих. В будущем красные. Это я так. Грубо говоря, на самом деле там было много тонкостей. Но для сегодняшнего рассказа этого хватит. Это было в феврале 1917 года. Казахская интеллигенция с радостью встречает революцию. Наступает время заявить казахам о себе на вечер. Наше время пришло. Надо создать партию и обозначить свое единство и государственность. Когда в России все успокоится, у нас должно быть все готово, чтобы с нами считались. А как партию назовем? Алаш. В июле 1917 года в Оренбурге собирается вся интеллигенция казахов. Первый всеказахский съезд. На этом съезде решается создать партию Алаш. Пять фактов о программе партии Алаш. Первый. Казахи должны иметь свое среднее и высшее учебное заведение. Обучение должно быть бесплатным. Второе. Все ранее отобранные переселенцами земли должны быть возвращены казахам. Это правильно. Суды ведутся на том языке, на каком разговаривает основная масса жителей. Четвертое. Словно, религия должна быть отделена от государства. Пятое. Партия требовала, чтобы Россия была демократической федеративной республикой. То есть союз государств, где каждое государство управляется само собой на равных правах. Государство казах также должно входить в Российскую Федерацию на равных правах. Да, по программе партии Алаш государство казахов должно было входить в Российскую Федерацию. Это делалось из-за того, что по экономическому уровню и по уровню грамотности населения казахи не были готовы к полной независимости. А когда казахи были бы готовы к этому, то уже тогда взяли бы полную независимость. Об этом в своих статьях в газете «Казах» говорил Алихан Букиханов. То есть деятели партии Алаш были очень дальновидными. По идеальному плану Алашурдинцев все должно было быть так. Мы наконец избавились от монархии, теперь у нас будет демократия. Ура! Мы дадим равноправие и самоуправление всем народам и вместе будем дружно развиваться. Ура! Казалось бы, все должно было пройти так, но на самом деле произошло так. Подождите, а может быть социализм? Нет, демократия. Социализм. Демократия. Социализм. Вот так началась гражданская война между белыми и красными, которая охватывала... Не все так радужно, к сожалению. Так, что будем делать? В принципе, это ожидаемо. Наступило время объявить о своем автономном государстве. Пусть все знают, что мы есть. Все богатство наших земель должно быть нашим и больше ничьим. Границы должны быть четкими, образование должно быть на казахском языке. Мы должны иметь свою армию. Нужно немедленно объявить об этом. Для этого собирается второй всеказахский съезд, где объявляется алашская автономия. Но в это время идет гражданская война. Именно поэтому алашская автономия вела переговоры как с красными, так и с белыми. Сейчас расскажу про плюсы и минусы каждого. Давайте. Они буржуаз-демократы. В принципе, хотят развить страну по такой же модели, как и алашская автономия. Однако было одно большое «но». Белые не признавали алашскую автономию. Во многих внутренних вопросах они не могли прийти к соглашению. Красные. Социалисты и коммунисты. В отличие от белых, признавали автономность. Но путь развития был не совсем благоприятным для казахов, по мнению алашурдинцев. Красные как раз таки хотели раздать земли, что плохо повлияло бы на казахов. Алашурдинцы вели переговоры как с белыми, так и с красными. Но склонялись больше к белым и пытались их уговорить в спорных вопросах. Но в итоге в гражданской войне побеждают красные. Алашурдинцы вынужденно принимают советскую власть, чтобы сохранить государственность. В свою очередь, советская власть амнистирует, так сказать, прощает всех алашурдинцев. Почему? А вот почему. Нам нужны умные люди во власти, которые имеют огромный авторитет среди своего народа. Предлагая всех алашурдинцев амнистируют. Он был ниже, он был толще. А может расстрелять? Нет. Иначе мы не сможем построить социализм. Нам нужны умные люди. А потом расстреляем. А что сделали алашурдинцы после признания советской власти? Они добились того, чтобы наши земли оставались нашими землями. То есть сохранили казацкие земли. Так, например, Ахмед Батарсонов смог оставить Костанай. А Алимхан Ермеков смог оставить Акмолинскую, Семипалатинскую и Гурвейскую. То есть Атаравскую область. А Семипалатинскую, это тоже очень интересная история. Названные честь Алимхана Ермекова. Деятели алашурды просвещали казахов. Писали свои труды. Перевели множество книг на казахский язык. Пробуждали сознание казахов. Алашурдинцы помогали голодающим. Так, например, в 1921-1923 годах Жасупе Каймолотов и Мржах Абдуллатов смогли выбить у государства 15 тысяч голов скота и раздать голодающим. Но потом за это их осудили. И делали они еще много чего для народа до конца своих дней. В 1930-е годы многие деятели алашурды были репрессированы. Ну что, вот так, друзья. К сожалению, в мире очень часто бывают ситуации, когда действительно добрых людей, которые трудятся на благо людей, убивают и уничтожают злостные люди, которые только за себя и заботятся. Обязательно напишите в комментариях, что вы думаете про алаш. И также обязательно расскажите мне что-то интересное про эту партию еще. Потому что действительно, можно ли считать то, что эти люди, они отдали свою жизнь за Казахстан. Ну и опять-таки, даже если возвратиться к Липуйка, там мы можем увидеть их довольно печальную судьбу. Как их избивали, расстреливали, а потом еще и умалчивали об вообще их существовании. Огроменнейшее вам спасибо за просмотр, друзья. С вами был я, Саша. Алаш Орда. Огроменное спасибо за просмотр еще раз. Всех вас люблю. Пока-пока, друзья.